Ивангелие от Марка Беса из бесноватого юноши Господь изгнал из него беса И затем они пошли далее И после долгого-долгого пути они пришли туда, куда они намеревались, в Капернаум И, как говорит евангелист Марк Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их О чем дорогою вы рассуждали между собою Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше Апостолы спорили между собой, кто из них больше и почетнее у Христа И неудивительно, что возникла, скажем так, такая тема для разговора Поскольку как раз вот только что произошло преображение на горе Фавор, которого видели только три из учеников И эти ученики, они, апостолы Петр, Иаков и Иоанн, как бы стали думать, исходя из-за этого, что они более почетные, более значимые Первые среди учеников, они выше других апостолов А другим апостолам, конечно, это было обидно слушать И вот об этом они спорили Но когда сам Господь их спросил, то они, конечно, стеснялись об этом сказать И через это уже показывали, что и их совесть отсказывала им Что на самом деле они говорили не то, что угодно Богу Не о том, что угодно Богу помышляли И не к тому стремились, когда вели этот спор Здесь, конечно, Господь отвечает именно на тот спор учеников Кто первый среди них, кто первый в глазах Христа из них Речь здесь не о земном первенстве А о том первенстве, которое может получить человек в глазах Божьих И как отмечал священноисповедник Лука Война Иссенецкий Первенство этого добиться на самом деле несложно Для того, чтобы стать первым среди людей Нужно добиваться власти, славы, денег Для того, чтобы стать первым в глазах Божьих Нужно научиться смирению И нужно научиться с радостью оказывать помощь Быть отзывчивым В этом смысле, говорит Господь, быть слугою всем Потому что тот, кто не являясь слугою по своему положению Тем не менее заботится о других И служит их пользе Он является таким вот добровольным слугою Для них ради Бога И, конечно, этим повелением Господь продолжает Начатое им ранее предписание для Его учеников Которые заключались в необходимости Отречься от себя Отвергнуться себя В том смысле, в каком мы себя отождествляем С греховными чувствами, желаниями, эгоистичными стремлениями Это, конечно, вот за этим стоял эгоизм Желанием поставить себя на первое место Быть я главный, я первый, я самый важный И так далее И взяв дитя, поставил его посреди них И обняв его, сказал им Кто примет одно из таких детей Во имя Мое Тот принимает Меня А кто Меня примет Тот не Меня принимает Но пославшего Меня Почему Господь именно дитям поставил Как пример апостолам Святые отцы объясняют это именно Как указание на простоту И непосредственность детского нрава Потому что дитя просто и в доверии своем И просто в реакциях своих Дитя, оно таково, какое оно есть И пока оно не испорчено взрослыми Оно не пытается показать себя Кем таким оно не является Взрослые утрачивают эту простоту И они становятся сложными Но сложными не в том смысле Что они там Сложные натуры Или так сказать более возвышенные Нет, они становятся сложными Из-за лукавства В плане лукавства Взрослый человек думает одно Говорит другое Делает третье В этом его сложность А не в том, что им управляют Или там им движут какие-то Особенно сложные там чувства Или побуждения Нет, здесь-то как раз таки Все очень примитивно Но то, как человек себя держит И перед Богом И перед людьми Здесь уже, конечно, никакой детской Простотой не пахнет Из-за этого, это вот Лукавые сложности Апостолы стеснялись прямо отвечать На вопрос, который перед ним поставил Господь О чем вы говорили между собой Потому что они хотели выглядеть Перед Господом Вот мы перед Господом такие А между собой мы другие Перед обычными людьми Мы себя держим И разговариваем о том О чем мы не хотим Разговаривать перед Господом Потому что хотим перед Господом Выглядеть лучше Вот от этого Господь хотел избавить апостолов И поставил им в пример Дитя Присем Иоанн сказал Учитель, мы видели человека Который именем твоим Изгоняет бесов Они ходят за нами И запретили ему Потому что не ходят за нами Конечно, апостолы тогда были еще несовершенны И отчасти из-за этого несовершенства Говорит именно такие вещи апостол Иоанн Поскольку несовершенный человек Не может терпеть обличение Ему тяжело терпеть обличение И вот выслушав это обличение И обличение, которое преимущественно было Направлено как раз против Апостола Иоанна Апостола Петра И апостола Иакова Которые решили Что они более Высокие и значимые Чем другие апостолы И апостол Иоанн здесь начинает Говорить о другом Чтобы перевести тему уже С их обличения На какое-то другое На обличение вот Того человека Которому они запретили Который совершал чудеса Именем Иисусом Но при этом не ходил Но опять же Не только это было Побуждением апостола Иоанна Было у апостола Иоанна И то правильное и доброе Побуждение, понимание Что тот человек Который верует в Иисуса Тот человек Который тем более Совершает чудеса Его именем Естественно должен быть В числе учеников Иисуса Этот же человек Хотя он совершал чудеса Именем Иисуса Тем не менее Не ходил с ними И вот это как раз Вызвало их подозрения И неприятие То есть это было Не вопрос ревности Но это было именно Ощущение того Что происходящее Неправильно Почему именно Этот человек Не ходил За Господом Иисусом Христом Святой Иоанн Златоуст Так говорит Многие верующие Тогда получили дары Но еще не были Со Христом Как и этот человек Потому что Многие из них Имели ущерб В чем-либо Некоторые были чисты В жизни Но несовершенны В вере Другие наоборот И как блаженный Феофилак Добавляет Что в то время То есть время Еще до создания Церкви Господу было угодно Чтобы проповедь Его Совершалась И даже И Недостойными Как вот и этот Человек И поэтому Иисус сказал Не запрещайте Ему Ибо никто Сотворивший чудо Именем Моим Не может Вскоре Злословить Меня Я приведу слова Свидетеля Василия Кенишемского На этот стих Евангелия Нет никакого Основания Предполагать Как думают Некоторые Что словами Не запрещайте Ему Господь разрешает Одинаковую Свободу Всем формам Разномыслия Без исключения И удерживает От противодействия Им Своих учеников И последователей Это граничило Бы с полным Религиозным Безразличием И равнодушием Очевидно В том человеке Которого Господь Взял Под свое Покровительство Были особые Черты Снискавшие Ему благоволение Спасителя И если бы Этот человек Злословил И был против Его учеников То есть Мешал бы Их делу Ответ Был бы Иным Господь Господь Согласился Бы с запрещением Учеников И оставил Бо Его В силе И далее Господь Продолжает Объясняя Апостолу Иоанну Ибо кто Не против Вас Тот За Вас Здесь вспоминаются Другие слова Господа Кто не со мной Тот против меня И кажется Что эти слова Противоречат Друг другу Но как объясняет Блаженный Феофилакт Это не так Поскольку Слова Кто не со мною Тот против меня Были сказаны О бесах Которые стараются Отвлечь Людей От Бога И рассеивают Божие достояние А здесь Слова Кто не против вас Тот за вас Говорятся О людях Которые через других Делающих чудеса Приводятся К Богу Преподобный Исидор Пилосиот Использует Даже такой пример Для объяснения Этих слов Во время войны Не только того Кто стреляет С нами Заодно Но и того Кто стоит В рядах Противника Но не бросает В нас стрел Должно Почитать Некоторым Образом Другом Поэтому И Божие Слово Взывает Кто не против вас Тот за вас Далее Господь Продолжает И кто напоит Вас Чашу И воды Во имя Мое Потому что Вы Христовы Истинно Говорю Вам Не потеряй Награды Своей Как выясняет Священный мученик Григорий Лебедев Чаша воды Есть Обозначение Любого Доброго дела Совершаемого Во имя Божия Это очень Важно Знать Что Именно Те добрые Дела Которые мы Совершаем ради Христа И во имя Его Они Становятся Тем Что возводит Нас в вечность В Царствие Божие Тем Что Мы можем Взять с собой Из этого Мира Как говорил Преподобный Ефрем Сирин Единственное Что человек Может взять С собой Из этого Мира Это совершенные Им добрые Дела Добрые Дела Которые Он сделал Ради Христа И во имя Его Много Кто Делает Разного Добра Но не ради Христа И в таком Случае Конечно И это Хорошо Если человек Делает Добрые Дела С разными Намерениями Может человек Делать Добрые Дела Иногда И с корыстными Намерениями Но Именно Те добрые Дела Которые Делаются Ради Христа Вознаграждаются Христом И способствуют Соединению Человека Со Христом Те же Добрые Дела Которые Не ради Христа Совершаются Они Не Способствуют соединению человека со Христом. Более того, иногда бывает так, что люди, которые особенно преданы таким добрым делам, надмиваются этими делами и начинают думать, мы и так хороши без Христа, нам не нужен Бог, мы и так добрые люди. Поэтому само по себе все, что есть в этом мире, не значит ничего, если оно не посвящено имени Господа Иисуса Христа. Да, именно Христово имя является то, что в нашем постоянно меняющемся и текущем мире способно придать чему-то твердость, истинность, постоянность, вечность в конце концов. Далее Господь продолжает свои слова и указывает, что не только награда, но и наказание следует тому, кто, как Он говорит, а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня. Тому лучше было бы, если бы повесили Ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Многие люди, живущие вот этим миром, полагают, что смерть – самое страшное. Это прекращение нашей жизни. Что может быть страшнее смерти? Но Господь говорит, что вот наказание за того, что ты соблазнил кого-то, особенно там у одного из малых сих, верующих в Христу, наказание за это хуже, чем смерть. Он говорит, что такому человеку лучше было бы отделаться довольно тяжкой и мучительной казнью, которая вот упоминается. Это было бы лучше для него, но его ожидает нечто худшее, худшее, чем смерть. И далее Господь продолжает речь о соблазнах и о том, как должно христианину относиться к соблазнам. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, потому что тебе лучше войти в жизнь хромому. Нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Конечно, здесь под именем руки или ноги или глаза имеются в виду люди, которые очень близки к нам, так близки, как наша собственная плоть, и которые вдруг становятся соблазном для нас, препятствуя нам идти к Христу. И вот, да, с такими людьми нужно прерывать общение, как бы близки они ни были, как бы тяжело это ни было. И это также говорит и о необходимости жертв на пути к Богу. Не людьми мы жертвуем, но мы жертвуем нашим отношениям, нашей привязанностью, нашим общением. Этим людям, которые оказались нашими соблазнителями сейчас, они, ну, они, конечно, совершают это под воздействием греха, под воздействием злых духов. Мы им желаем спасения, мы не желаем им погибели. Но вот сейчас наше общение приведет к тому, что мы повредим своей души. И поэтому ради этого нужно от этого общения воздержаться. Конечно, воздерживаясь от этого общения, мы продолжаем молиться об их спасении, в разумлении. И, может быть, и такое тоже бывает со временем, может быть, через год или через пять лет. Эти люди, вот, кто сейчас является нам соблазном, сами придут, покаяться, станут настоящими христианами. И тогда уже они перестанут быть соблазном для нас, и мы сможем возобновить наше общение. Но если сейчас то, что они нам говорят, или друзья, например, да, многие, особенно молодые люди, совершают грехи, и порой тяжкие грехи, просто для того, чтобы не потерять друга, просто для того, чтобы быть в компании с друзьями, чтобы не выглядеть белой вороной, чтобы не стать изгоем, чтобы не лишиться их дружбы. Лучше лишиться дружбы. Лучше стать изгоем. На самом деле в этом ничего плохого нету. Это даже помогает личностному развитию, потому что тот человек, который всегда идет за толпой, никогда не будет, как вот там у Высоцкого говорилось в песне, «Вверх таких не берут, про таких не поют». Такой человек никогда не будет человеком вполне достаточно развитым, как личность. Даже мы сейчас не говорим про христианина. Понятно, что для христианина это тем более недостойно. Человек, который более-менее является достойным, он должен быть самостоятельным, он должен быть независим от мнения тех, кто призывает его сделать что-то, что идет вопреки его принципам, просто ради того, чтобы понравиться им. Мы должны быть готовы и как христиане, и просто как самостоятельные люди ради Христа отказаться от такой дружбы, от такого родства, по крайней мере на то время, насколько продолжается вот этот соблазн. Священномученик Григорий Лебедев объясняет, почему именно такие вот три примера, три члена тела Господь указал. Он называет три источника соблазна – руку, ногу и глаз. И тем обозначает соблазны, происходящие от разнообразных движений тела – рука, осязание, похоть, от различных видов человеческой деятельности, то есть нога – это как символ поступков, и от человеческой мысли – глаз, как символ видения и мысли. То есть от какого-либо вида не происходил этот соблазн, мы должны его отсекать от себя. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Эти слова могут быть не очень понятны без понимания контекста. Контекстом является то, что часть фразы взята из книги Левит, из Ветхого Завета, где указывалось, что жертвы, которые приносились в Ветхом Завете тогда, в то время, они должны были посыпаться солью, осаливаться таким образом. И через это они становились достойными к тому, чтобы стать приношением Господа, жертвой Господа. И Господь, отталкиваясь от этого образа, говорит, что всякий огнем осолится. То есть осаливается уже огнем, огнем в смысле огнем испытаний. А именно соблазны, в которых мы оказываемся, это те испытания, которые Господь посылает нам, чтобы через эти испытания мы очистились. Очистились, конечно, тем, что мы не уступали бы соблазнам, а наоборот побеждали бы эти соблазны. И тем самым происходило бы наше очищение или осаливание огнем, как говорит святитель Феофан Затворник. Только тот, кто подвергается этому действию, бывает настоящей богоугодной жертвой. Поэтому и необходимо всякому быть осоленным огнем, подобно тому, как в Ветхом Завете всякая жертва осалялась, прежде принесения ее во всесожжение. И далее Господь говорит, «Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Вот как объясняют блаженный Феофилакт эти слова. Солью Господь называет и апостолов, и вообще тех, которые имеют предохраняющую и вяжущую силу. Ибо как соль предохраняет мясо и не допускает зарождаться в нем червям, так и слово Учителя, если оно крепко и вязко, удерживая людей от плотских страстей, не дает в них места неусыпающему червю. Если же сам Учитель будет без соли и не будет иметь в себе возбуждающей и вяжущей силы, то чем осолится, то есть исправится? Итак, имейте в себе соль, то есть укрепляющую и вяжущую благодать Духа, чтобы быть вам в мире между собою, связуясь с ближним союзом любви. Вот что значит иметь соль. Этот стих является завершением 9 главы Евангелия от Марка и в следующем выпуске мы уже продолжим с 10 главы.